Привет, друзья! Мы продолжаем знакомить вас с ассортиментом автомобилей, которые представлены в автосалоне RDM Import. И вот очередь дошла до японской легенды Toyota Land Cruiser Prado в 120-м кузове. Итак, что мы имеем? Этот автомобиль 2006 года выпуска. Здесь было всего три владельца. Машину купили у дилера в 2007 году. ПТСК оригинальная и производство у этой машины японское. Под капотом в данном случае установлен 4-литровый бензиновый двигатель. Это V-образная шестерка, мощность 249 лошадиных сил. Самый удачный вариант, конечно же, для этого джипа – коробка передач. Обычный классический 5-ступенчатый автомат и постоянный полный привод. Этот Prado имеет только два ряда сидений. Здесь нет шестого и седьмого места. Соответственно, мы получаем очень большой багажник. Предыдущий владелец бросил сюда очень прочный коврик на пол. Соответственно, под ним ткань не зашеркана, не затерта. И в целом, этому багажнику мы можем дать очень высокую оценку, потому что не наблюдаем здесь каких-то серьезных царапин на пластике. В общем, все замечательно. Ну и чтобы был понятен объем багажника, давайте я туда залезу. Мой рост 180 см. И обратите внимание, сколько здесь места. Конечно же, третий ряд сидений очень сильно съедает полезное пространство, но в данном варианте места очень-очень много. Сюда спокойно влезут даже лодки у рыбаков, у охотников, может быть, какие-то принадлежности. В общем, автомобиль для путешественников, для тех людей, которые ведут активный образ жизни. Места, правда, очень много. Кстати, к внешнему состоянию этого Prado вопросов нет практически никаких. Есть только незначительные сколы на капоте, это возрастное. Стекла абсолютно все оригинальные. Резина здесь установлена летняя Cooper Discover. Размер ее 265х65х17. Машина большая, багажник большой и места для задних пассажиров здесь тоже очень много. Обратите внимание, сел сам за себя и запас еще остался. Как мне кажется, идеально будет путешествовать на этой машине вчетвером, потому что пятый человек здесь будет чувствовать себя немножко тесно. Да, здесь нет центрального тоннеля практически, он очень низкий. Но, тем не менее, он будет зажат между крайними пассажирами. Вот, в общем, идеален этот автомобиль все-таки для четверых. Что касается каких-то дополнительных удобств, здесь, значит, у нас подлокотник на удобной достаточно высоте. Как вы заметили, машина с тканем и салоном, это комплектация R1, не максимальная, но тоже очень богатая. Вот, есть удобные ручки, все-таки это внедорожник, если вы будете скакать по бездорожью, то нужно будет все-таки пассажирам держаться. В автомобиле у нас полный комплект оригинальных резиновых ковриков. Ну и пойдемте вперед смотреть, что там есть у нас. Итак, в этом автомобиле у нас дополнительно установлен одним из предыдущих владельцев большой монитор с камерой заднего вида, она цветная. Также можно просматривать DVD-диски и данная музыкальная установка поддерживает чечение MP3-дисков. Плюс ко всему, стандартная комплектация предусматривает здесь наличие раздельного климат-контроля, конечно же, подушки безопасности, кожаный регулируемый руль, есть подогрев сидений, помощь при спуске с горы. Что еще у нас имеется? Ну, конечно же, полный электропакет, стандартная вещь для любой японской машины, полный привод, здесь постоянный, как я уже говорил, можно заблокировать центральный дифференциал и, конечно же, есть понижающие передачи. Вот, это основные опции этой машины. Теперь давайте прокатимся, посмотрим, как 4-литровый Pradik едет в дорогу. Я думаю, и так понятно, что Pradik с 4-литровым мотором едет очень достойно. Как-то весной мы разговаривали о Pradik с двигателем 2,7 литра и, в принципе, его динамика меня устроила. Здесь, конечно же, лошадиных сил куда побольше, ну и мы еще заедем в частный сектор, где отсутствует асфальт и посмотрим, как там ведет себя подвеска. Итак, даем газ с места. Вжимает неплохо и звук двигателя очень достойный. Конечно же, эта машина едет гораздо интереснее, нежели Pradik с двигателем 2,7 литра. Тут уж и спорить никто не будет, но в то же время, конечно же, есть обычная разница в цене, поэтому кому-то приходится выбирать. Мы сейчас проезжали несколько лежачих полицейских, конечно же, подвеска отрабатывает замечательно. Pradik с комплектацией R2 имеет кожный салон, пневмоподвеску, и вот как раз-таки пневмоподвеска в разы улучшает ходовые характеристики этого автомобиля, хотя они и так на высоте. Пневмоподвеска на Pradik устанавливается на заднюю подвеску, и можно менять режимы, то есть может быть режим обычный, спорт и так далее. Но я вам могу точно сказать, что и на этом Pradik пересев практически с любой машины, с легковой, с кроссовера, вы будете чувствовать себя замечательно. Кстати, чуть не забыл, у нас в автосалоне сейчас, помимо этого Pradik 6 года, есть Toyota 2005 года, как раз-таки в комплектации R2, с кожаным салоном машина 2005 год. Зайдите на наш сайт, вам1.ru, и вы найдете объявление по тому автомобилю. Мы выезжаем на дорогу, где отсутствует абсолютно асфальт, и посмотрим, как машина себя ведет. Не будем притормаживать, все-таки это джип. Наверняка изображение на ваших экранах сейчас будет трястись, но я думаю, так вы поймете, что за дорога под нашими колесами. Еду сейчас 30 км в час, и обычно на каком-нибудь кроссовере или легковушке, едете вы здесь буквально 5 км в час. Я не притормаживаю. Вот единственное препятствие сейчас было. Не притормаживаю, еду спокойно. Я уверен, что там колеса ходят вверх-вниз очень быстро, очень часто, но нам как-то на это наплевать. Мы даже обгоняем. Автомобиль абсолютно не чувствует этих препятствий. В общем, конечно же и меня потряхивает, но чувствуется, что у автомобиля огромный запас прочности подвески, и если у вас намечаются какие-то дальние поездки с преодолением вот таких вот участков, то я думаю, подвеска выдержит, и вам будет очень комфортно. Конечно, когда вы едете куда-нибудь в горы, ну и так далее, путешествия, и если вы проедете хотя бы 100 км по таким дорогам на обычном, на другом автомобиле, то после такой поездки вы будете чувствовать себя не очень хорошо. Я сам часто выезжаю в такие места, и могу вам это точно сказать. Итак, друзья, на этом будем заканчивать. Прадик есть прадик, даже в 10-11-летнем возрасте эта машина чувствует себя прекрасно, и тот, кто ее управляет, чувствует себя точно так же. Значит, данный автомобиль продается в автослоне RDM Import, и всю информацию по этой машине уточняйте у наших менеджеров по телефону, который указан сейчас на вашем экране, или заходите на наш официальный сайт, так как цена и наличие может меняться. Автомобиль вы можете приобрести в кредит, либо можете воспользоваться услугой Trade-In. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, и, конечно же, подписывайтесь на наш канал. С вами был проект Первый Видео Авторынок, Ян Симаков. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok